«Бег мира» – это международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания. Маршруты соединяют Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Монголию и Беларусь. Российская команда западной ветки 3 августа встретилась с международной европейской командой на границе с Финляндией и приняла эстафету, передавая ее по городам и районам России. На границе Удмуртской республики и Республики Башкортостан, а точнее в Краснокамском районе, бегунов встретили национальными блюдами, песнями и танцами. Республики Башкортостан Республики Башкортостан Я видел такие типы приветствий на фотографиях и телевизорах, но никогда не испытывал это в личности. Он встречал много раз на встречах представителей телевидения с фотографией, но вот такого вот яркого образного встречи он видит впервые. Это вот когда мечта становится реальностью. Он расскажет всем своим друзьям в Австралии, в Америке, какие здесь замечательные люди. Участники в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел, как символ доброй воли. Каждый человек, независимо от уровня подготовки и возраста, мог принять участие в эстафете. В этом убедились жители деревни Воробьева. Дети смогли даже пробежаться с факелом. Краснокамцы встретили бегунов русскими народными песнями, а спортсмены в ответ исполнили гимн факельной эстафеты «Бег мира». Песран, 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 Песран. Бег во имя мира, бег во имя мира на земле. Дружба и единство, радость в мировой семье. Бег во имя мира, бег во имя мира на земле. Сегодня на территории Краснокамского района состоялся этап факельной эстафеты «Бег мира». Данная эстафета проходит уже в 2008 году, последний раз она проходила по территории Республики Башкортостан. В эстафете принимают участие бегуны из различных городов нашей страны, то есть это и Ижевск, и Челябинск, и Москва, Мурманск, и Иваново. Сегодня эстафету мы принимаем от Республики Удмуртия на территории Краснокамского района. Эстафета мира символизирует собой тепло, доброту, мир. То есть бегуны, неся факел, символизируют, что мы все одна большая семья вне заместимости от национальности, цвета кожи. И мы очень рады, что именно с Краснокамского района начинается движение эстафетов по Республике Башкортостан. В рамках принятия эстафеты также прошло у нас возложение цветов памятнику воинам Великой Отечественной войны в деревне Воробьёво. Данный памятник у нас построен на средства спонсоров, очень красивый, и население деревни поддержало. То есть очень хорошее получилось мероприятие, много участников, много детей. С момента создания эстафеты, а именно 1987 года, в ней приняли участие более 10 миллионов человек. Этот крупномасштабный проект в разное время поддержали известные люди планеты. Далай Лама, Нельсон Мандела, Николай Валуев, Пол Маккартни, Королева Елизавета и многие другие. В этом году исполняется 25 лет с момента первого проведения бега мира в нашей стране. И сегодня, как никогда, актуальна миссия эстафеты, направленная на единство, взаимопонимание и согласие. Эта факельная эстафета, к которой я бегу, она меня очень привлекает тем, что я не просто могу бежать, не просто могу нести факел, но самое главное, что я могу встречаться с огромным количеством людей, с огромным количеством детей, которые бегут с нами. И точно так же, как и мы, приветствуют всех людей на трассе, приветствуют улыбками, приветствуют машут. И вы знаете, люди настолько тепло отвечают, они тоже начинают махать, улыбаться, приветствуются, сигналить машины, если останавливаются, фотографируются с нами. И эта эстафета, ее основная цель в том, чтобы объединить людей, объединить людей, чтобы все люди жили в мире. Ведь на самом деле каждый человек нуждается в мире. На самом деле внутри каждого человека, в самом сердце, есть стремление, мечта жить в мире. И вот эта эстафета объединяет всех людей, чтобы все люди были добры друг к другу, жили в единстве, жили во внимании друг к другу. Это была настолько теплая встреча в Краснокамском районе. Очень красивые костюмы, очень красивое пение. И люди настолько открытые, улыбчивые. И я бегу по Башкирии уже не первый раз. Я знаю, насколько этот народ очень гостеприимный и нас всегда очень хорошо встречает. Поэтому я просто счастлива, что я снова на башкирской земле. Далее представители западной ветки отправились на территорию Баш-Сельмаша, где должны встретиться с участниками восточной ветки факельной эстафеты, чтобы объединиться и передать эстафету городу Нефтекамск. Что чувствуют спортсмены, пробегая длинные дистанции, встречая новых людей, мы узнали непосредственно, пробежав вместе с ними. Какие у вас ощущения? Ощущения радости, торжественного момента. Это самое главное. У тебя все большие ответственности, волнение. Вообще как-то тяжело бежать ли? Нет, легко, потому что очень много встреч. Такая большая волна позитива, энтузиазма. Нет, ну сейчас просто как можно. Поэтому я что-то сделаю. Можно сказать, что мы проживаем праздник каждый день. Сегодня выборы – это тоже праздник. А вот у нас получается праздник. В 2016 году по территории России эстафета преодолевает около 19 тысяч километров со стартами в Владивостоке, Севастополе, Москве и Перми. Идея «Бега мира» объединяет людей из самых разных городов и стран. Церемония закрытия эстафеты пройдет 21 сентября – Международный день мира в Уфе на границе Европы и Азии.